Не хватает денег для перевода. Ну, бери, я слепой, блядь. Ну? No money. No money. Доброе утро, дамы и господа. Сегодня у нас 16 марта. Время 7.36. Выходим на линии, включаем нашу программу. У нас по Яндексу 0. Включили программу, только начались. По Максиму у нас 99. Один отказ. Заказ мы уже взяли. Быстренько, оперативно. Дневник задержит шаг. Посмотри в твои глаза. В твои глаза. Город просто еще спит. Ни заказов, ни народу. Тишина. Район спит. Ничего не хочет работать. Все сидят дома. По Максиму тишина. По Яндексу на районе 80 горит. Надо бы переместиться, конечно, с этого места. Более-менее адекватно. Чайку попьем. Кстати, нам самое главное сегодня заработать денег. Сколько мы сегодня заработаем, а? Люди все бабки потеряли. Прогуляли на 8 марта. С понедельника по среду тяжелая работа была. Отцова совсем ее не было. В четверг еще что-то было. Вчера что-то было. Сейчас пока неизвестно. Люди все на выборах. Поедем, короче, мы сполоснемся быстренько. Пока есть время у нас. Солнце, на солнышко. Красота. Обещали, конечно, дожди. Ну вот, видите, только машину помыл. Зато все мы хотим ездить на чистых машинах, чтобы у нас все было чисто и с комфортом. А при этом мы сами не можем ничего соблюдать. Чехлы. Кто сделает замечание по поводу чехлов, а? Думал, камера уже, короче, не работает. Думал, что случилось? Все работает. Пишем дальше. Все семьи отдали клинику и... Здравствуйте. О, деда. Деда, деда. А тут она. Ты тут ехать пять минут. Ехали. Как так можно? Помчали мы, короче. Работка сегодня утром подкачала. Получается, что мы сделали. Три заказа. 300, 170 и 240. Минус комиссии. Это получается у нас. Получается 600 рублей. За грубо час, да? Десять минут на мойку. Десять минут на контент. Правильно, вон, 260 горит. А мы не можем пока катать. Когда освободимся, уже будет 180, 170. Один заказ успеем взять и будет, получается, сотка, сотка девяносто. При условии того, что у нас есть дела, мы все равно кто-то дозарабатываем, да? А вот есть люди, которые живут просто в свободном графике, да? И они не могут заработать денег. Вот это прямо максимально, кардинально странно, как у них это не получается. Тут вечно надвижи туда-сюда, туда заехал, там заехал, это сделал, то сделал. И все равно зарабатываешь. Делал, короче, я его с поликлиники на этом, на Держинского. И на Володарского возле ворот стоит бренд Максима. Он порой просто поражает разумы, когда у тебя вот рядом есть заказ, у тебя включена прога, ты сидишь тыкаешься, человек поставил на оценку 40 рублей. То есть за 4 минуты 150 рублей у тебя чистыми, ты сидишь просто тыкаешься. Я не знаю. Тогда базара нет. Максим, ерунда полная, шляпа. Просто там горел коэффициент 130-140, вот так. Ждал, наверное, какой-то хороший заказ по Яндексу. Погода на выходные, плюс 14, очень сильный снег с дождем. Впера себе прикола. Что, я получается, зря машину помыл? А, хотя не, стопудово тачку помыл, погода пошла по одному месту. Ну, блин, ну вот, на самом деле, вот такая дичь, просто дичь, именно по стоимости поездок в Яндексе. Шоу-коротыш, коэффициент плюс 110. Числими нам остается 150 рублей, ну там 160-150. При этом мы ехали 7 минут до клиента, мы ждали 3 бесплатные, это уже 10 минут, плюс потом платная 1 минута, того это уже 11 минут. Ехали мы минут 7, наверное, 7-8, и вот получается за 18 минут 150 рублей. И это заказ с коэффициентом 110 был. А если без коэффициента, получается за 97 рублей, еще минус комиссия, соответственно, грубо 80 рублей, можно заработать за 18 минут. Допчик. Короче, надо катать зеленку, не выеживаться, там, какие-то коэффициенты собирать, еще что-то, не. Максим катать, не. Я лучше Яндекс откатаю, 80 рублей поездка будет стоить. Да даже в Максиме таких цен нет. Зато Максим плохой, плохой-сякой. Не, ну а че? Че, дождик идет? Че, четко? По-моему, все четко. Топчик. Тачку ж помыл. Ля какая, да? Ля какая. Красота же просто, правильно? Мойте чаще машину, чтобы работа была. Так, че, у нас дождик прошел, работа пропала, мы в центре. Все ништяк и замечательно. Да вообще. Все в ажюрием. Сколько мы, три заказа успели сделать? И все. По центре отдыхай. Че, короче, надо записывать смену. Короче, че, похавали мы, как буржуи на пятихат, пробудем на косарик хавать. Двигаемся, работаем. Че записывать, не знаю я вам. Движ идет, вот и так потихонечку мотается, катается. Выборы же все-таки. Люди в вау-центр катаются, покупаются, строятся. Тоже сейчас до этого был пассажир. Странный максимально. Говорит, надо заехать в банкомат, потому что я не умею переводить. А там вроде как бы, ну мужик, ну на лет 10 может старше меня, плюс-минус. Я думаю, офигенно, че там сложного, да? Заходишь в Сбербанк и все. Люди даже в сильном алкогольном состоянии переводят. Можешь назад все-таки, а там же место побольше. Наличными будете? Или как? Карты. Это как карты? Как переводить? Ну как-нибудь, как? Переводом, не переводом? Что? Побыстрее можно все это решить? С оплатой как у нас будет проходить? А теперь переводим. Ну давайте сразу переведем. Чтобы у нас не было потом недоразумений. Телефон пока закроется? Да. Ну как лучше? Ну перевод. 395 рублей. 395. Поездка поездка с картой займет 21 минуту. Не хватает денег для перевода. А на кредитки. Счет списания. Вот кредитка. Перевод выполнен, написано. Все, пришли. Тебя можно оплатить? По номеру телефона можно на перевод. Закисли. Сейчас я сразу заполню. Сколько здесь должен? 150 рублей или сколько там? 150? 175 рублей. 175. Короче, 200. 175 без проблем. Так. Обмази. Доча, я тебя нахуй убью. Я домой. Набери номер, пожалуйста. Сзади машинку. Приходи. Ой, бля. Набери, я слепой, бля. 200 переводи. Все, папа, папа. Это холодно. Давай. Я сейчас проеду домой. 200 рублей переводи. А это что за хвостик? Все? Сейчас, подожди. Будь такого не может. Стой! Помнишь? Стой, стой, стой. Помнишь? Чей? Заберем. Заберем. Юрик. Заберем, ладно. Понимаешь, да? 200 рублей? Да, он, ну, не переводится. Почему? По СПБ сделай. Ну, так она, ну, не переводится. У тебя вообще есть чедо. Есть? Наконец-то. Есть? Прошу. Все. Есть. Все, бам. Смотри. Там все, тоже. Спасибо. Все пришло. Я сейчас звоню сюда. Доча, я тебя, нахуй, убью. Отзвонюсь, как приеду сейчас. Сука, я тебя убью. Да, нет, на сигарету. Сигарету? Да. А тебе здесь не разрешат кулись. Помнишь? Помнишь? Тебе здесь не разрешат кулись. Я дома, помнишь? Я тебя убью, нахуй. Помнишь, Юра? Слышишь? Юра, помнишь? Я тебе сказал, нахуй. Домой приедешь? Юру, помнишь? Доча. Все, я звоню. Домой приедешь, позвоню тебе. Все, спасибо, брат. А Настя играет. Двигаемся. Куда ты идешь, на красный идешь, придурок? Вот, это, по-моему, тоже мои любимые дети. Видите, как хорошо. Вовремя, да? С детьми. Ой, не смотри. А так, короче, поездка стоила, сколько, 372 что ли? Дает пятихадочку, говорит, удачи не надо. Хорошо, спасибо, довезли. С комфортом. А вот тебе и наличка. Вчера точно такой же был. Он уже, получается, третий раз ко мне попадается. Два раза он в ролике был. Поездка была 370, по-моему. Ну, точно так же. И у него, видимо, там день рождения был. Лечил он тоже такую пятихадочку. Дает сдачи не надо. Базара нет. Базара нет. Это, может, помните, который с бутылкой лимонада они пожаловались. С тех героев попался ко мне. Ну, третий раз, получается. Ну, такая уже погодка стала. Дождик, можно сказать, закончился. Как он сейчас палил. Как все залило. Гром гремит, сияет. Молния. Ля. Коэффициент поднялся. Заказы появились. Движ Париж. Как я так понимаю, у нас викторина. Найди пассажира. Указана точка возле труда, где теннисом занимаются. Прекламное агентство Бирь. А они, наверное, у зоопарка. Стоят, смотрят, наблюдают. Называется, найди. Найди меня, если сможешь. Хотя бы хоть посмотрели, что нет места свободного. Ах, надо. Только что ничего не было. Уже тут суету навели какую-то трамвай. Одна машина. Единички. Что-то задыш. Печаль, беда. Печаль, беда. Смотрите, какой я жесткий. Заказ отменен. Уже у всех весна. Пристегнете, да? Да, он же самый весеный. У него весеный чуть-чуть. Так, два подряд заказа с коэффициентом 220. И заказ отменен. Потому что еб ты дорого. Так, третий заказ. Уже 250. Ставки повышаются. Сначала было 200, потом 220. Сейчас приходит 250. Вопрос, отменят ли? Или дождутся? И тут дело даже не в подаче машины. В подаче машины в среднем, что во всех заказах было 5 минут. Вопрос в цене. Очень дорого. 400 рублей за заказ. Вы что там, бля? Что там, Яндекс? Сумасшедший, что ли, а? Какие 400 рублей? И, в принципе, похер то, что дождик идет. Все, наверное, хотят уехать. Похер. Какие 400 рублей, когда 15 минут назад человек ехал за 80 рублей? Какие 400 рублей? Вы что там? В Яндексе вообще, что ли, с ума сошли? Ну и ценники у вас, конечно. Зато в Максиме он ломали. Батарея заказа сразу вылетела. Вот самое интересное в этот момент, что только единицы, только единицы сделают в Максиме наценку на рублей 60, на 80. Это по пальцам пересчитать. Они просто заказывают в тупую машину, им там показывают ценник 120 рублей. И вот они ждут. Так, нам надо перестроиться. И вот они ждут. И хотя сами, ну, прекрасно понимают, что за 100, там, 20 рублей условные, их машина не повезет. Но зато они будут кричать, что нам, Максим, не вызвать. Никогда не дождаться машины. Так ты сделай наценку нормальную, человеческую. Чтобы человеку было интересно поехать. Как дождик наступает у людей, там, не знаю, у них голова, может, кружится. Я не знаю, что у них происходит. Это касается абсолютно всех. Не важно, в каких категориях, возраст, пола, в какой сфере человек работает. Не важно. На дороге происходит сразу капсдец какой-то. У таксистов, видимо, голова тоже кружится от этих коэффициентов. Тут дождь. Тут суета. Таксометр. Поверните налево, поверните направо. У водителей автобусов тоже движ париж. Они там на остановке сигналят, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. У этих, кто за рулем, у водителей, вообще они просто теряют дождик. И тут еще вот это, вот, сумерки получаются, да, когда темнеет. Они вообще, ну, где я, на Марсе, что ли, или на Юпитере. Просто капсдец. Ну, вот и приехали. Все. Нет, отъедет. А мог бы просто вот здесь занять бы местечко, и все. Нет, он там, он там займет место. Ох, это логика. Мы сейчас будем суетиться. А мы не проедем. Не поместимся мы, братан. Самое интересное, знаешь что? Макс, ты правильно говорил? Ну, то, что этот, как я, можно пешком дойти. Я, говорит, мог пешком дойти. Он так и сказал. Подъезд какой? Так, вот так, нам, по сути, варку куда надо будет? Подъезд из той стороны. 650 метров. Он просит, можно я аккуратненько в окошко покурю? А Яндекс же говорит, нам ехать 3 минуты. А он, я так долго, ну, терпел. Типа, это что, в соседний дом, что ли? А что такая цена дорогая? Ну, Яндекс совсем оборзел. Когда заказываешь, там же показывают маршрут. Там же показывают ценник. Ужас. Ох, этот Яндекс. Проказник. Так, что, у нас время, короче, 8 часов. И мы сейчас сделаем кофе-брейк. Ну, у нас чай, чай-брейк. Что, на парковочку встанем. Передохнем немножко. Посмотрим, что, кого по работе есть смысл оставаться. Нету смысла оставаться. Ну, вот, короче, постояли, чай попили. И коэффициент с 30 поднялся до 120. И вот он уже горит, короче, минут 5-120. Но выше не поднимается. Теперь можно вот включаться в обработку. По максимуму что-то ничего интересного не горит. Только вот получается в разные эти самые косма. О, дождик. Давайте-ка мы еще постоим минут 5, наверное. Чтобы больше разгорелся. А так, на самом деле, получается все просто, да? А, ну, у вас же нету этого радара. Боитесь, что у вас там что-то произойдет. Аккаунт слетит, заблокирует еще что-то от использования радара Кэфа. О, в России используют, а вы все боитесь. И, короче, потерял мысль по поводу радара. Ну, и не важно, короче. Короче, в Яндексе заметил такое одно место. Оно в городе, я сразу говорю. В котором, в принципе, большую часть времени, если горит везде коэффициент, то и в этой точке постоянно горит. И горит, причем, на порядок выше. То есть, когда тут в четверг, или когда я что-то вечером катался, с той точки получается три хороших заказа взял. То есть, 180 коэффициент, 150 и 130, по-моему. Каратыши. По 300 рублей поездка была. 280, 270. Кто угадает, где это место? Примерные улицы. Кто напишет в комментарии? Так, я даю подсказку. Это подсказка гетто. Ориентир гетто. Кто часто наблюдает за коэффициентом? Где постоянно большую часть времени именно так жарит четко? Альстин всегда помогает нам заработать денег. Короче, освободились мы в Большом Исакова. Думаем. Короче, метнулись прямо по окружной в сторону Балтии, мол, на разведочку. По классике жанра получаем плюс 170. Заказы пи... Сбили. Какой-то чмошник забрал заказ. Балтия все-таки иногда стреляет. Ну ладно, пойдем обосымся тогда. Такой заказ был шикарный. 170 в Гурьевск. Короче, все потухло. Печаль, беда. Короче, что мы из Гурьевска забрали заказ. Ну хоть что-то. Плюс 100. Нормально. Нет денег. Нет денег. Карта. Нет. Карту. Карту. Карту? Нет. Карта. 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 Пис? Угу. Фэн есть? Угу, есть. Телефон? 8. Сейчас. Нет, нет, нет. Вис. Телефон. Вис. Карта, not name. Джонефор? Ты звонишь. Джонефор? Да. Окей. Спасибо. А как? Канадо, окей. Канадо? Канадо? Угу. Или смс? Смс. Телефон. Ну, это я понимаю, что... А, what's your name? Канадо или смс? Угу. Смс. Смс отправил. Телефон. Смс, your number. Угу. С number card. Угу. Смс. Хорошо? Окей. Нет, спасибо. Взял заказ. Короче, чё к чему. Рассказ взял, короче, заказ с Гуриевска. Едем, бас, переключилась на наличие. Я говорю, кэш, мани. Он, короче, отрубился. Подъезжаем. И, короче, он давай переводить. И у него сел телефон. То есть он отсканировал карту. И у него сел телефон. Классика жанра. Вопрос, переведет ли бабос? Или же нет? Не контент так вот такой вот бывает. И у нас ещё по вечеру вот эти вот вечерние приколы. С разгоранием, затуханием, потуханием. Есть работа, нету работы. Это, конечно, слишком жёстко. Зато Балтия 240 горит. Красота. Красота. Тоже, короче, с Баник заказ прямо максимально интересен. Это контент будет или это нормальная поездка будет? Потому что с Баник, ну, ещё, в принципе, 22. Адекватные будут. В машине вкусно как? Сзади, слева не закрыты. А, выйти хочет по дороге. Типа, короче, с колонкой на плече. Такая здоровая колонка. Тащится. Бутылка пива у него, короче, колонка. Или это, я кайфую, я кайфую. 21, он с колонкой ходит, я кайфую. Так, чё, короче, 20 минут. 540 рублей. Как-то так. Кэф туда-сюда. Чё делать? Неизвестно. Иностранец перевел бабос, всё, в принципе, нормально. Короче, хиппинг, хиппинг-хэ перевёл. Всё чётко. И, короче, 90. 90-е, в центре, на остальное меньше. Вон, чёткий, чёткая работа, шашка. И бомбило стоит возле клуба, возле ресторана. В надежде, что кому-то надо будет машинку, такси. В общем, у нас, как говорится, прямо почти идеально. Газ закончился. 7 косых у нас. И по времени 10 часов, 10 с половиной, 10-20 мы отработали. Сейчас мы едем заправляться, а дальше уже посмотрим. Ну вот, чтобы не быть голосовным, получается 23.10, 23.11. 12 заказов. По Максиму 2.5 и по Яндексу 16.4.330. Чисто на похуй вообще, бля. А что, заправиться-то можно? Да, да. Вот, сегодня вот. В Чечне прилетел. Брат, ты видел вашу. А-а-а, убери мухи-то. Вот вы катаете, да, там, Яндекс. Я вот так вот смотрю на заказы, на то, что у меня остается чистыми. Входит заказ с коэффициентом 100-110. Это коротыш. И, собственно, поездка у тебя так же, как и она бы стоила бы по Максиму. С разницей там никакой нету. И это приходит заказ с коэффициентом 100. А если зеленый заказ, вы вот эти вот ребята, которые цели катают. Сейчас-то понятное дело, работа есть. Коэффициент 100. А когда ее нету, то есть до днем вы чё? Хелень катаете. Да сколько у вас там получается? Я вообще вахер. Чтобы что-то зарабатывать, коэффициент должен быть 150-140. Направо, направо, направо. Да. Вот. Куда-то туда. На СНТ как-то цепь. 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 А я тебе сказал, скинь номер водителя. Я сам переведу. Я что-то не гордыл на Алик. 950. Да не переживай. Своих не кидаю. Да мы вообще никого не кидаем. Все, пошел. Да? Да. Все, отдохните. Спасибо. Пожалуйста. Сейчас я встану, посчитаемся. Обсчитаемся. Короче, фонарик я нашел. Сейчас будет нам ярко и красиво. В общем, что у нас вышло? Сейчас я хочу вам кое-что показать. Во-первых, кто досмотрел до конца, вы большие молодцы. Просто молодцы. Не каждый досматривает до конца. Вот, смотрите. Два заказа в Яндексе. Это 370 рублей с коэффициентом 100. Два заказа в Максиме. С наценкой 100. Оба, в принципе, идентичные заказы абсолютно. Что здесь 8 минут было, что здесь 8 минут. Что здесь 10 минут было, что здесь 10 минут. Вы, ну, информация для размышления вам, может, все-таки, как бы, ну, его этот Яндекс, типа того, как я работаю. Нет, нет, да иногда подкатывать. Просто я вот смотрю, даже с учетом того, что коэффициент 100, это все равно не очень выгодно. 150, уже, да, уже интересно. Итак, давайте. До нулей 3973. 14 заказов. После нулей мы сделали два заказа. Это на сумму 565 рублей. Итого это получается 3 538. По Яндексу получается до нулей 4332. После нулей 370, 18 заказов. Максиму получается 16 заказов мы сделали. Итого у нас получается касса 8 240. Это без вычета топлива. То есть минус бак 1350. Получается 6 900, да, там, так сказать, 6 900 с копейками. У нас там чаюха была, то есть грубо 7000 мы заработали. По времени мы работали, пускай, грубо, 13 часов, 12 с половиной, 13 часов. Пробег больше 300. 320 где-то вот так пробег. Ну, 7000 с вычетом комиссии. Нормально это или нет за 13 часов. В общем, как-то так. Такая вышла смена. Такие итоги. Не забываем про поставить лайк, подписаться, колокольчик. Также не забываем о телеграм-канале. Ссылочка наверху. Либо в закрепленном комментарии она будет. Пиши свое мнение, что думаешь нормальный этот заработок. Или же напиши, сколько у вас вышло, сколько у тебя у вас вышло заработать в субботу, 16 марта. Бабосика. Все, всем спасибо за просмотр. Удачи. Удачи.